Здравствуйте! В эфире Вести Магнитогорск в студии Пётр Хатенов. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах. Дорожная революция прекращается, чтобы продолжиться весной. Последним в этом году откроется новый участок улицы Советская. Сердцу не прикажешь, а министерству можно. Магнитогорец отсудил у областного ведомства 140 тысяч рублей за операцию. Более тысячи выпускников и лишь одна группа каждый год. Сегодня юбилей отмечает самая молодая кафедра МАГУ – кафедра журналистики. Дорожные строители закрывают сезон. В понедельник откроется последний из объектов, где велись работы в нынешнем году. Это новый участок улицы Советской. Какие еще объекты сданы в эксплуатацию в первых числах зимы и чего ждать от нового года? В материале Виталия Березина. Перекресток Карла Маркса и Гагарина стал шире, причем сразу со всех сторон. Кроме того, здесь изменили режим работы светофора и добавили стрелку правого поворота, если ехать по восточной стороне проспекта. Водителям и пешеходам стоит быть внимательными. А вот обещанного замощения на Карла Маркса придется ждать до весны. Но замощения не было в полном объеме, закончено. Мы эту работу продолжать не будем в этом году. Значит, продолжим эту работу весной. У нас должно быть закончено замощение на участке от Карла Маркса до Ленинградской. Участок улицы Советской через поля ТСС уже практически готов. Осталось проложить еще один переезд на пересечении улиц Советской армии, Советской и Оренбургской и расставить некоторые знаки. Также найдется работа и снегоуборочной техники. Светофоры уже установлены и только ждут команды. Открыть движение здесь должны в понедельник. Это последний объект, который сдают в нынешнем году. В следующем дорожная революция продолжится. Пожалуй, главный объект дорожного строительства будущего года – это пересечение проспекта Ленина и улицы Завинягина. Вместо кругового движения, которое создает здесь пробки, будет прямой перекресток со светофорным регулированием и выделенными полосами для поворота направо. По такой же системе разошьют кольцо на грязного Карла Маркса и расширят перекресток Карла Маркса-Завинягина. Это должно увеличить пропускную способность транспортных развязок. Еще один масштабный проект – строительство дублера проспекта Ленина на участке от Грязного до Октябрьской. Также будет осуществлен в следующем году. Предполагается, что в его составе будет эстакада и даже тоннель. Виталий Березин, Антон Гарабарев, Сагид Бакеров, Вести Магнитогорск. Шокирующая покупка. Семья из Еманжелинска в пакете молока обнаружила мышь. Этим молоком Галина Крупина напоила двухлетнего внука. Потом вечером вся семья добавляла его в чай. А когда пакет опустел, они даже не поверили своим глазам. На дне лежал мертвый грызун. Стали выливать, там уже немножко осталось. Стакан вылили, что-то там твердое посмотрели, а там мышь. Люди сразу же набрали номер горячей линии производителя, который указан на пакете. Но там им не поверили и ответили, что такого просто быть не может. Тогда Крупины отправились в местный Роспотребнадзор. Они мне сказали, что они, в принципе, сделать ничего не могут, что это не их область. И мы можем только от вас принять заявление, и отправить им указание, что был такой факт, что женщина пожаловалась. Это детские продукты, их пьют дети. Также и мой двухлетний сын его пил, да? А если бы она была отравленная? В магазине, где семья купила молоко с мышью, заверили, что это единичный случай. Больше таких жалоб не было. Между тем, продукты этого производителя сюда пока не заказывают. А вот семья Крупиных пакет с мертвой мышью до сих пор хранит дома. Сейчас они пытаются добиться, чтобы Роспотребнадзор все же провел экспертизу напитка с такой неприятной добавкой. 140 тысяч рублей выиграл через суд магнитогорец Сергей Шутов у областного министерства здравоохранения. По квоте его направили в Челябинск на операцию. В областном кардиологическом центре отказались. Сделал в частной клинике за свой счет, а потом отсудил деньги. О делах сердечных сюжет Андрея Подольского. Сейчас Сергей без усилий разгребает снежные завалы на своем участке, а несколько месяцев назад задыхался при ходьбе. В Магнитогорске ему вынесли вердикт – сердечное недостаточное. Необходимо было шунтирование сердца. Такие операции у нас не делают, ставят только диагноз. При проведении коронарной ангиографии выставляются показания для переведения оперативного лечения именно аортокоронарного шунтирования или стентирования. В данном случае такие обследования у нас проводятся. Это исследование называют королевой кардиологией. На этом аппарате можно изучить все сердечные дела. Подобными аппаратами оснащены практически все больницы Магнитогорска. Казалось бы, необходимость операции очевидна, но в областной кардиологической больнице всего 50 коек. А только в Магнитогорске на учете состоят почти 4000 больных. Сергею Шутову в операции отказали. Хотя деньги есть. Деньги с федеральной, там миллионы. Вот здесь сумма, вот она, областная программа, вот здесь написано. Тут я не знаю, сколько нулей, я не такие цифры, не знаю. Выделены деньги. Деньги есть. Почему не делают? А потому что народу столько, народу столько, что у них есть выбор. Когда в частной клинике Сергею выписывали счет на 140 тысяч рублей, порекомендовали обратиться в суд и взыскать эти деньги с областного министерства здравоохранения. Сергей занимал деньги у родственников, и только победа позволила бы раздать долги. Десятки экспертиз, куча анализов, 11 судебных заседаний. Челябинский районный суд вынес решение в пользу Сергея. По поводу отказа в предоставлении высокотехнологичной медицинской помощи иски были. В Минздраве есть регламент о направлении на оказание высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств федерального бюджета. Этот вопрос решается комиссией. Ежегодно более 200 магнитогорских больных получают федеральную квоту в крупные кардиологические центры по всей России. Несолоно хлебавши возвращаются единицы. В конце декабря в Челябинске будет открыт федеральный кардиологический центр. По мнению врачей, очередь на операции значительно уменьшится. Андрей Подольский, Антон Грабарев, Евгений Грудев. Вести Магнитогорск. А вот очереди в поликлинике в скором времени возможно увеличатся. Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Челябинской области превышен на 11%. Как сообщили в областном представительстве Роспотребнадзора, за минувшую неделю сезонные инфекции были диагностированы более чем у 27,5 тысяч южноуральцев. В Магнитогорске об эпидемии говорить рано. Случаев заболевания гриппом в городе пока не зафиксировано. Зато отмечается рост больных ОРВИ на 20% больше, чем за прошлую неделю. Эпидемический порог для города Магнитогорска еще не превышен. Вот в 1,2 раза ниже на сегодняшний день заболеваемость порогового уровня. Но тем не менее потихоньку цифры идут вверх. В 10 раз выше заболеваемость практически у детей. То есть в основном у нас болеют дети. Но и среди них основную часть составляют, конечно, дети школьного возраста. Эпидемию вирусной инфекции гриппа специалисты ожидают в конце января. Поэтому сейчас медики еще продолжают вакцинацию. В Магнитогорске благодаря федеральным поставкам уже привито более 100 тысяч горожан. Напомним, бесплатной вакцинацией подлежат дети, пожилые люди и те, кто находятся в зоне риска. Медики и учителя. Кроме того, около 10 тысяч человек за свой счет привил Магнитогорский металлургический комбинат. Вы смотрите Вести Магнитогорск. Продолжаем выпуск. Куда пойти учиться? Этот вопрос становится актуальным для сотен старшеклассников с приближением Нового года. Вузы времени не теряют и уже сейчас стараются рассказать о себе как можно большему числу будущих выпускников. Сегодня в 56-й школе состоялась встреча профессоров и преподавателей Магнитогорского государственного технического университета с учащимися 10-х и 11-х классов. Этот урок не был ограничен звонками. Время принять решение еще есть. В одном актовом зале ученики разных школ города. Около 100 будущих абитуриентов и каждый хочет узнать, куда обратиться за билетом в будущее. Цель этого проекта это усиление профориентационной работы, чтобы дать возможность помочь нашим ребятам, будущим выпускникам адаптироваться в нашей не совсем стабильной ситуации, быстро меняющейся. В этот раз школьникам рассказали о техническом университете, его перспективах, преимуществах и правилах поступления. Мы приглашаем абитуриентов выступать на наш факультет, потому что это престижно, это интересно. Наши студенты являются активистами всего института. У нас весело и всегда коллектив поддерживает друг друга. Доказательство тому, что в институте не скучно выступления веселых и находчивых студентов. А кто тут заговорил? У кого ни разу красивой девушки не было, да? Да у меня хотя бы была. Некоторые из слушателей уже определились. Алиса Никитина говорит, большую роль в выборе профессии играют родители. Но важно и свое желание, а идеально, когда мнения совпадают. Я хочу на архитектора и дизайнера, но потом хочу в Гипромес в городе Магдегорске поступить, работать. Но вообще я сейчас уже на подготовительные хожу, в горный МГТУ, поэтому, думаю, поступлю. Танцевальный коллектив в завершении лекции продемонстрировал старшеклассникам, что в студенческой жизни помимо учебы хватает времени и для души. Следующая встреча состоится в стенах самого МГТУ. Учащимся прочитают курс научно-популярных лекций по физике и организуют экскурсию по университету. Сергей Семакин, Антон Грабарев, Вести Магнитогорск. Десятилетний юбилей отметила сегодня кафедра журналистики Магнитогорского государственного университета. Это одно из самых молодых отделений вуза. Сегодня здесь умению работы со словом обучаются около 150 студентов. С праздником кафедру поздравила и наша съемочная группа. В конце прошлого века кафедра журналистики МГУ была лишь идеей. Долго собирали документы, получали лицензию, готовили кадры. Сейчас за 10 лет профессию журналист освоили уже около 1000 выпускников. Стены факультета ежегодно штурмуют несколько десятков борцов за правду. Везет немногим. На курс набирают только одну группу студентов в год. Журналистика это мечта детства все-таки. С младенчества кто-то хотел как-то ветеринарами стать, доктором, врачом. У меня как-то журналистика все будет. Это как-то с детства самого. Тонкости журналистского мастерства сейчас постигают около полутора сотен человек. У самой молодой кафедры факультета уже появились традиции. Ежегодно конкурс ораторов, конференции коллег-профессионалов. Смену готовят в студии юного журналиста. Большинство студентов альмаматор выбрали в родном городе. Но есть и те, кто приехал целенаправленно. Я не сказала бы, что из сел, из поселков приезжают слабые ребята. То есть ребята приезжают уже давно сориентированные на эту специальность. Они готовили себя. Пусть это будет уровень районной газеты, районного телевидения, скажем так. Но это все равно уровень. Гордится факультет и выпускниками. Дипломированные специалисты ежедневно знакомят горожан самыми свежими новостями южной столицы области. В том числе и в программе «Вести Магнитогорск». Конечно, журналисты — это прежде всего талант, это какое-то внутреннее состояние. Но вот здесь нам дали ту базу, которая нам помогла стать, собственно, ими. Помогла стать профессионалами и не допускать ошибок. Журналистика — это прежде всего практика. И каким-то азам тебя научат старшие коллеги. И потом уже, когда ты некоторое время поработаешь, ты сам поймешь, каких знаний тебе не хватает. И вот именно тогда нужно точечно их получать. Елена Астанина, Сагид Бакиров, «Вести Магнитогорск». Новости спорта продолжит программу. Магнитогорская четверка хоккеистов едет в Москву. Вячеслав Быков в свой последний приезд с Аловатом пообещал, что металлурги в сборной будут. Имена только называть не стал. Сейчас известно, за страну будут биться защитники Виталий Атюшов и Евгений Бирюков, нападающие на Верлесина Алексей Когородов. Российский этап еврохоккей-тура пройдет в Москве с 16 по 19 декабря. А после магнитогорцы дома будут заканчивать 2010 год. Сразу тремя матчами. В гости приедут автомобилист, нефтехимик и Агварс. А у магнитогорских боксеров горячая пора дома уже наступает. Завтра стартует мемориал Терехина. В шесть часов состоится открытие, а затем бои. Около ста спортсменов из разных городов России уже в десятый раз выйдут на магнитогорский ринг. А через неделю у проигравших будет шанс взять реванш. Вместо действия тоже магнитогорск, только соревнования другие. Турнир Алиханова. Мария Дронина, Вести, Магнитогорск. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Вы смотрели Вести, Магнитогорск. Всего вам хорошего и до завтра. 8 декабря в Фершимпенуазе температура воздуха ночью до минус 10, днем минус 5-7. В Кизильском ночью минус 7-9, днем до 6 ниже 0. В Верхнеральске в ночные часы минус 9-11, днем 6-8 со знаком минус. В Абзаково ночью до минус 12 градусов, днем минус 8-10. В Магнитогорске ожидается переменная облачность, возможен снег. Температура воздуха ночью минус 8-10, днем минус 5-7. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова